Он был категорически не согласен с утверждением того, что утверждали организаторы выставки, что познание мира у ребенка начинается с 5 лет. Я уже говорила, он говорил абсолютно по-другому с первого дня существования ребенка. И в то же время он писал с горечью о том, что мы мало уделяем времени этому моменту. Мы воспитываем старательно каждое плодовое дерево, даже самый простой цветок, писал он. Мы воспитываем всякое домашнее животное и в то же время мало заботимся о воспитании будущего потомства. И что еще хуже, при незнании основ воспитания, нередко уродную будущую личность человека, воображая, что делает нечто особо и полезное. Я думаю, что эти фразы актуальны до сих пор. Кроме того, мне бы хотелось обратить внимание на то, что он говорил о уважении к личности ребенка и о уважительном отношении детей к друг другу. Особенно сейчас, когда наши дети сидят в гаджетах, это тоже очень важно. Потому что ВОЗ говорит о том, что 21 век – это век аутистов. Я это вижу, например, своих студентов, когда они хотят работать в парке, они каждому уткнутся в свою тетрадь, но с человеком, который сидит рядом, общаться пока не могут. Им легче вот так вот пальчиками работать. И еще же работают о мутации большого пальца. Таким образом, именно в развитии всех сторон личности заключается основа взаимоотношений между людьми. Он разрабатывал различные вопросы воспитания. Например, по нравственному воспитанию понимал развитие чувства социальной любви, и страданий, развитие чувства правды и уважения ко всему общественному, хорошему и так далее, и так далее. Именно это, он считал, должно быть основой взаимоотношений между людьми. Что касается умственного воспитания, то он полагал, что развитие ума вовсе не представляется тождественным приобретению знаний. Потому что, как он писал, можно быть человеком достаточно образованным и в то же время умственным, алоразитом. Большое воспитание, так же, как предфранцович Келезгов, он уделял физическому воспитанию. Потому что говорил, что оно играет решающую роль в развитии энергии, находчивости, решительности, то есть тем общим понятием воли и самодеятельности. Главным качеством, которое нужно развивать в личности, это самостоятельность и критичность мышления. Все это актуально, как никогда и сегодня. Как мы уже говорили, что он уделял большое внимание возрасту так называемого первого детства. И говорил о воспитательных приемах. Поэтому его исследования о развитии языка, о развитии детского рисунка, это вся работа на свой. О развитии внимания, о воспитании в первом детстве, о развитии нервно-психической деятельности в детском возрасте. Это весьма ценный вклад в педологическую литературу. Ну, как вы все уже знаете, в 1936 году педология была успешно закрыта постановлением ЦК ВКПП и, как говорится, вместе с ванночкой выбросили ребенка. И до сих пор педология у нас еще в свои права не вступила. Особенно это касается тех детей, которые, как мы называем, дети с ограниченными возможностями здоровья. Слава Богу, что педагогика ушла от разящего и талечащего названия «инвалиды». Запрещено педагогике теперь такое слово. Но этим детям мы до сих пор уделяем очень мало внимания. А Вехтер в своем психоневрологическом институте, который он основал, в то же время всеми этими отделами руководил и работали. Кто послушайте, представьте, какие отделы. Детский обследовательский институт по изучению трудных и отдаленных детей. Как вы догадываетесь, дети с ограниченными возможностями здоровья – это одна граница, а отдаленные дети – другая граница. Те и другие – нетипичные дети. А теперь еще и дети-мигранты, дети-сироты, так называемые социальные сироты. 98% детей у нас в России почти являются социальными сиротами при существовании отца или матери, решенных родительских прав. Или детская вспомогательная школа для дефективных детей. Или, думайте, институт морального воспитания для изучения форм моральной дефективности и антисоциальных проявлений в детском возрасте. Есть у нас сейчас такие учреждения? Я не слышала. У нас есть один общий институт коррекционной педагогики. Так вот, особо мне бы хотелось, конечно, остановиться на том, как работал в моем родном федеральном государственном императорском университете, в котором я имею честь работать 54 года. Вы сразу подумаете, сколько лет старушки, я этого не скрываю, 75. Мне говорят, зачем говоришь, отвечаю, что больше не дали. Так вот, за время пребывания, он написал более 100 работ, а всего им написано более 600 работ. Но планы самых больших работ, как он сам писал, были разработаны в Казанском университете. Итак, как лектор. Он был очень любим студентами. Как они пишут, он был прекрасным лектором, прекрасным преподавателем, научным руководителем студентов. Как пишут очевидцы, голос у него звучал глуховато. Говорил он око, по-лядски, но речь строил просто и убедительно, избегая всяких показных эффектных приемов. Изложение вел ровно, а сказанное неизменно подкреплял фактами. Самое главное, что он делал соучастниками, делал своих студентов, соучастниками добывания истины. Говоря языком современной педагогики, он был сторонником проблемного воспитания, одним из основателей, который был покойный, верзай, с моей очень помогут, и сторонником, так называемой, педагогики сотрудничества. Достаточно сказать, что он интересовался многими специальными вопросами, кроме вопросов педагогики. Он работал очень много над составлением учебных программ, клавок. В аудитории было с его помощью проведено затемнение, поэтому он показывал проекционные приборы и так далее. И, кстати, Пешков, будущий Горький, развозя булочки, привозил их на улицу Сеченова, ждал, когда закончится лекция у Бекстрева, и за дверью слушал эти лекции. Потом Бекстреву об этом он рассказал, написал, Бекстрев говорил, я об этом не знал. К нему на лекции приходили студенты многих факультетов, не только медицинского факультета. И что мне особенно хотелось бы подчеркнуть, что пишут про него его современники. Главное было для него проявление личной инициативы его младших сотрудников. Он всегда поощрял их работу по их исследовательской теме, выслушивал любые мнения, иногда их оспаривал, но никогда не злоупотреблял своим авторитетом и не был ни мелочным, ни злопамятным. А злопамятность – это одна из характеристик, которые абсолютно противопоказаны педагогической профессии. Вот это мне бы хотел подчеркнуть особо. Его кипучая энергия не давала покоя. Как отвечал Останков его ученик, накануне решили, а вечером в Берлинском поеде. Но нам остается только удивляться, как легко было получить визу раньше. И вечером решить, а лучше уже в поеде в Берлинске. И меня тут. Дальше. Я обещала вчера Александру Сергеевичу рассказать о тех подвигах, которые совершил Берлинск, будучи в Казанском университете. Первый год, 4 декабря 1987 года, была так называемая студенческая, были так называемые студенческие беспорядки. Ну, там, где участвовал Ленин, мы придумали, что он в первую среду сбежал, ничего подобного, его никто не знал, это был студент первого курса, он учился где-то в первую неделю и так далее, и так далее. Так вот, у нас, вот те, кто живут в Казани, знают, главное здание университета, она просто так называемая старая клиника. У Берлинск в это время была лекция в старой клинике. Почти все студенты ушли на митинг. В его аудитории осталось 4 человека. Когда инспектор попросил написать, сколько человек было на его лекции, твердой рукой Берлинск написал, были все, а увольняли профессором, что забыли мелочи в Ростовке. Второй его кодек, он не повалялся своего ученика, будущего профессора Астанкова, про него сегодня уже говорили, взять к себе на кафе, но после его ареста, он был арестован в связи с этой запасовкой, как мы ее называем, ну, запасовкой трудно назвать. Еще один из которых существует Ленина, изгнали из Казанского университета, это тоже неправда, его никто не изгонял из Казанского университета, изгнали только те, кто бросили пилет свой студенческий на стол реактора Кремлева. Все остальные потом возвратились и прекрасно учились. Могут действовать он получился, был бы хорошим адвокатом, работал бы хорошие деньги. Третий подвиг, который совершил Вехтер в 1913 году, позорно-трагическим делом Бейлиса, он выступил во главе экспертов и на стороне обвиняемого в ритуальном убийстве. И камень на камень не оставил от позиции противоположной стороны. Нужно сказать, что здесь он как раз столкнулся с Иваном Алексеевичем Секорским, который говорил о том, что возможно ритуальное убийство. То есть вот тут они были, как мы теперь говорим, по разной стороне баррикады. И еще отрадно заметить, вот Максим Фасакович его прекрасно знает, что учеником Вехтера был Леонид Иванович Амароков, а у Леонид Иванович Амароков учился в Майя Секорфе, защищал как руководство Амароково диссертацию. И вместе с Вехтерем Амароков был на стороне Вехтерева. Поэтому, говоря о том, что такое Вехтерев, трудно сказать в одном слове. Одним, если двумя словами сказать, то можно только так. Он был универсальным ученым, оставившим яркий след во многих областях науки. Спасибо.